Не случайно местом реконструкции выбрано сельское поселение Никольское, ведь именно в нем стояли передовые части советской армии, которые не допустили дальнейшего продвижения войск вермахта к Москве. К началу декабря 1941 года германской группе армий «Центр» удалось захватить Клин, Солнечногорск, Истру, форсировать реку Нару с севернее и южнее Нарфаминска, подойти к Кашире. Контрнаступление как второй этап битвы за Москву началось 5-6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца. Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер, несмотря на отсутствие превосходства живой силы и технических средств, на глубокий снежный покров и сильные борозы. Бойска левого крыла Калининского фронта и правого крыла Западного фронта уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника. Основная задача в контрнаступлении возлагалась на Западный фронт, где командующим был Георгий Жуков. Значительную роль также сыграла авиация и партизаны, которые действовали на занятой противником территории. Контрнаступление советских войск под Москвой продолжалось до начала января 1942 года и переросло в общее наступление сил Красной Армии. Группа армии «Центр» оказалась какое-то время на краю пропасти. Ее поражение грозило катастрофой всем немецким войскам на Восточном фронте. Советское контрнаступление началось для германского командования внезапно и застало их врасплох. Гитлеровцев остановил простой советский солдат, солдат, за которым стояли народ и отечество. Он бился насмерть и заслужил бессмертие, даже если пал тогда, в 1941-м, сраженной пулей или осколком вражеских снарядов. Фактически бой завершен. Красная Армия, как и 74 года назад, остановила непобедимый вермахт. Принимая благодарность, бойцы отвечали служу отечеству. Чтобы молодежь училась на подвиги наших предков, уже прадедов, чтобы не допустить в будущем таких событий, потому что война еще очень страшна, поэтому лучше они посмотрят, вспомнят на события той войны. Велико значение таких событий в нашем районе и стране. Это наша память, наша история. Победа советских войск под Москвой, начало контрнаступления имели не только огромные военные, но и политические значения. Ведь впервые вермахт был поражен. Нарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.